Радио Болткома Да, еще раз доброе утро. Подожди, а вот в прямом эфире сейчас, как мы уже анонсировали, председатель правления больницы Страдания Риналдс Муцнич на прямой связи посредством Зума. Доброе утро. Так, что-то у нас со связью. Мы почему-то вас не слышим. Может быть, еще раз попытайтесь. Доброе утро. Сейчас слышите меня? Сейчас мы вас слышим очень хорошо. Спасибо большое. Наверное, тот вопрос, который часто вам задают журналисты. Вот насколько есть еще возможность расширить койко-места для больных ковидом? Я знаю, что в вестибюле дополнительные уже созданы вот эти койко-места в интенсивной терапии. Насколько сейчас есть возможность вообще в больнице Страдания? Или вы достигли пика? Конечно, еще есть возможности. Каждый день мы думаем, что достигли пика. Но есть возможность расширяться. На сегодняшний день у нас для ковида 245 коек. Но возможность есть в первом этапе до 259 коек. И еще тогда, когда мы достигли это число, тогда уже начнется вестибюль. Там еще 50 коек возможно расширить. Ну и в крайнем случае мы можем дойти до 450 коек. Это около половины от всех койко-мест, которые есть в больнице Страдания. Ну тогда придется за счет перепрофилирования отделений, да? Конечно, уже на сегодняшний день мы уже снижили активность плановых операций, перераспределили амбулаторную помощь, потому что у нас в вестибюле корпуса А1, у нас была поликлиника, которая сейчас закрыта. И мы нашли возможность в других помещениях предоставить все-таки амбулаторные услуги, в которых нуждаются наши пациенты. Да, вот хорошо, что вы тоже это упомянули. Все-таки это университетская клиника, многопрофильная. Значит ли это, что, ну, к примеру, в рамках неотложной помощи по скорой принимают больных, к примеру, с острым инфарктом, потому что все знают, что очень сильное кардиологическое отделение в больнице Страдания, ведь люди продолжают болеть и другими заболеваниями острыми? Конечно, и по мере возможности мы предоставляем помощь, но неотложную помощь мы предоставляем, конечно, в полном объеме всем нуждающимся. То, что мы можем сократить, это плановые операции, плановые консультации, но там тоже есть ограничения, потому что мы не можем откладывать помощь, чтобы это потом нанесло вред здоровью пациента. Если помощь можно отложить только тогда, когда мы можем возвратиться при помощи операции или консультации к прежнему уровню здоровья. Если это невозможно, значит, мы предоставляем тоже и плановую операцию. И вы отметили справедливо, что университетская больница, разница между плановой и неплановой операцией, она очень чувствительная, потому что любой пациент, например, кардиологический пациент, он через несколько дней или несколько недель может уже стать неотложным пациентом, если ему отложить помощь. Также мы предоставляем онкологическую помощь онкологически больным пациентам и, например, временным женщинам тоже. У нас уникальное место, где... Да, с патологией рожают наши младши. Да, это правда. Вот, наверное, тоже ключевой вопрос. Я думаю, что у вас он заботит, наверное, каждый день. Это кадры, 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 поскольку вы сказали, что в случае необходимости еще будут расширяться вот эти ковидные отделения. На все нужны сотрудники. Есть ли возможность переобучить, ну или так, какие-то короткие курсы, чтобы врачи других специальностей тоже могли включиться вот в помощь ковидным больным? Да, это мы делаем больницами, организуем обучение, чтобы специалисты могли подключаться. Это не только врачи, это и медицинские сестры, которые в нашей больнице мы нуждаемся. Мы подключаем тоже, и спасибо нашим университетам, университету Страдыния, латвийскому университету. Мы подключаем тоже врачей старших курсов, которые нам помогают, резидентов. То есть 5-6 курс, да? Что, пожалуйста? 5-6 курс, видимо, да, уже? Да, 5-6 курс мы подключаем к работе, и это нам очень облегчает, потому что когда перед началом пандемии в больнице Минстерлине было 26 коек для больных, заболеваемых легких, но сейчас мы уже видим, у нас 245 коек. Конечно, это нужны специалисты, которые могут помогать нашим пациентам, и это мы делаем, и спасибо всем, кто нам помогает. Я так понимаю, что не исключено, ну, понятно, что не будет мобилизации, но не исключено, что все-таки придут на помощь и коллеги из частных медицинских структур, если будет такая необходимость, так я понимаю. Да, у нас тоже был в пятницу разговор со специалистами частной медицинской помощи. Это в трех измерениях мы разговаривали. Первое, то, что может частная медицина помочь, чтобы сократить поток пациентов, особенно в нашем отделе неотложной помощи, потому что в день около 100 пациентов приходят сами, и в большинстве случаев мы их не стационируем, оказываем только амбулаторную помощь, консультации. Второе, это лечение больных после стационарного периода. Второе, это, конечно, персонал. Мы обменяемся данными и узнаем о возможностях частной медицины помочь нам с персоналом. Третье, это технологии. Уже в конце прошлой недели уже пришла первая помощь от стран Евросоюза. Мы этому благодарны. Это тоже дает новые возможности для наших больных. То есть, фактически, я так понимаю, то, что уже сообщалось, Финляндия, Венгрия, я думаю, что и другие страны будут включаться в эту помощь. Да, уже мы разговариваем и с Германией, и с Нидерландами, и с другими странами, которые предоставляют нам помощь в технологиях, потому что эта волна оказалась намного больше первой волны, и технологии нам нужны, которые помогают выздоровлению наших больных. Да, что касается вот этой взаимодействия с частной медициной, я так понимаю, что, наверное, есть какие-то специалисты, ну, как я представляю, те же медсестры дневных стационаров, которые хорошо владеют производством, если так можно сказать, инъекций. Они, наверное, тоже бы пригодились на какую-то подработку, да, с учетом загруженности вашего персонала. Нет, конечно, потому что это не нужно только для больных COVID, это нужно для других специалистов, потому что мы, как уже говорили, мы продолжаем оказывать неотложную помощь всем нуждающимся, и также стараемся сохранить и плановую помощь. Так что нам нужен персонал не только для лечения COVID, но и онкологических больных, и кардиологических, и в других направлениях. Направлениях, да. Вот время от времени появляется такая информация в том числе на заседаниях правительства, что задерживаются вот платежи из госбюджета за те услуги, которые больницы оказывают. Большие задолженности перед вами у государства, или постепенно все-таки это погашается? Потому что была информация, что чуть ли не с апреля не было оплаты. Ну, а у нас, мы одна из крупнейших больниц в Латвии, у нас есть возможности маневра, возможности резервов. Я не говорил бы о больших задолженностях, потому что это мы можем амортизировать. И у нас поток денег хватает. Вот, наверное, такой вопрос тоже вам задают. Я думаю, часто вот эти картинки, периодически по телевидению мы видим, что вот скапливаются эти скорые. Кто-то говорит, что даже очереди из скорых, вот с ковидными пациентами. Что здесь возможно еще сделать, не знаю, я так понимаю, исчерпали ли все ресурсы, чтобы расширить вот эту неотложную помощь, вот это вот отделение? Да, это есть, ну, сила нашей отдела неотложной медицинской помощи, потому что и помещения, в которых он находится, они приспособлены и не предназначены для такого потока. То, что мы делаем, мы сейчас работаем, чтобы расширить наш отдел неотложной медицинской помощи. В начале следующего года мы получим еще дополнительно 40 койко-мест в нашем отделе, что может помочь, нам может помочь работать с большим потоком нуждающих в помощи. Ну, кардинально мы это можем решить с точки зрения инфраструктуры и технологии, то, когда у нас будет уже совсем новый отдел неотложной помощи, это наш строящийся корпус А2, где у нас предназначен уже полностью новый современный центр неотложной медицинской помощи. Ну, это еще какое-то время пройдет, наверное, да, еще год, по-моему, или два, да, пока он будет... Это 24-й год. 24-й год, да. Больше, чем два года нам нужно, но мы будем работать в наших помещениях, и, как я уже говорил, с начала следующего года они будут расширены, и мы инвестируем тоже в привлечение персонала, потому что персонал нам нужен. И, говоря об очереди, это, конечно, это такая видимая часть айсберга, так случается, потому что есть час и пик, когда нам, ну, в час нам привозят больше пациентов, которых мы можем принять. Ну, это только такие единицные случаи, это не система в нашей больнице. Может быть, такой последний вопрос, он, наверное, очень важный. Как все-таки, ну, ваши ощущения, вы же общаетесь все время с коллективом, с медиками, можно ли сказать, что вот этот вот оплата труда, которая сейчас прежде всего, наверное, в ковидных, как мы говорим, на первой линии борьбы, где находится медицинский персонал, в том числе и средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал, он сейчас, вот этот уровень оплаты более-менее адекватный. Я понимаю, что такое понятие очень растяжимое, что такое высокая оплата, но, тем не менее, вот по сравнению с до ковида, можно сказать, что люди получают более-менее достойную заработную плату. Я имею в виду не только врачей, но и, к примеру, медсестер, помощников, врачей. Конечно, мы можем так, ну, как говорить, о более-менее адекватной оплате, потому что все, кто работает с пациентами COVID, получают еще 100% дарплату. 100%, да? Да, 100% надбавку к зарплате. И это уже с начала этого года всем работающим, и я уже говорил, что это уже более-менее адекватно. Ну, речь идет не только о зарплате, но и речь идет о систематическом поднятии основной зарплаты в таком протяжении многих лет. Тогда мы можем говорить о стабильности. Такие зарплаты, которые на один год, на полтора года, они не несут такую надежность и стабильность. И не мотивируют. Не мотивируют долгосрочно новых специалистов приходить к нам, потому что, конечно, есть опасения, а что будет, когда эти зарплаты кончатся? Это будет очень тяжелое возвращение к предыдущему уровню зарплаты. И, ну, такое, может быть, не всегда приятное. В том-то и дело. Спасибо большое. Представитель правления больницы Страдин Ирина Смуцинч был у нас на прямой связи и посредством Зума. Большое спасибо. Спасибо.